В Новгородском регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, а значит разводить мангалы и жарить шашлык запрещают не только режим карантина, но и спасатели. Они сегодня вышли в рейд в Панковский дачный массив, чтобы еще раз проверить, насколько следует запретам местные огородники. Татьяна Баркова с места события. С начала рейда прошло только пять минут и уже нарушение. Дачница жжет траву и мусор в бочке. На сегодняшний день на территории Новгородской области введен распоряжением правительства особый противопожарный режим, в период действия которого запрещается сжигание мусора, разведение костров. При виде людей в форме нарушительница начала поспешно тушить бочку. К сотрудникам МЧС так и не подошла. Оно и понятно, в виде нарушения особого противопожарного режима штрафуют. Кстати, к любителям шашлыков это тоже относится. Штраф на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. Казалось бы, что такого, но сжег мусор в бочке. Однако все намного опаснее, чем кажется. В Любытино, к примеру, из-за безответственности граждан произошло два серьезных пожара. В одном из случаев пенсионерка просто положила угли из протопленной печи в мусор и сухую траву. В итоге сгорело три дома, две хозпостройки и два авто. В Любытино в период марта-апреля текущего года произошло два пожара, которые причинили крупный материальный ущерб гражданам и имуществу. Возбуждено одно уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение, поражение чужого имущества по неосторожности». Решается вопрос возбуждения второго уголовного дела по аналогичной статье. С начала года на территории области зарегистрировано более 900 пожаров, в которых погибли 34 человека. Экотравмы получили более 20. Особый противопожарный режим продлится до 18 мая, когда сухой травы станет меньше. А пока с шашлыками лучше подождать. Татьяна Баркова, Андрей Константинов. Новости Новгородской областной телевидении.